Цены на отдых в Сочи этим летом сохранятся на уровне прошлогодних. Никаких повышений не прогнозируется. Тенденции для увеличения стоимости турпродукта нет, заявляют местные власти. Разве что может повлиять инфляция. Самый главный продавец и тот, кто определяет цены, это туроператор. А когда туроператор говорит о том, что цены подниматься у нас не будут и останутся на уровне прошлого года, то никто иной прогнозирует другие цены. Не может, конечно. Ни туроператор, ни собственники отелей и санаториев не повышают цены. Турпакеты, которые были в прошлом году, цены остались прежние. Мы провели туристический форум и на туристическом форуме уже были цены на следующее лето. Поэтому никаких преддверий нового сезона, заявлений наших туроператоров или гостиниц не было о повышении цены. Формированием турпакетов в Сочи занимаются гораздо больше федеральных операторов, чем в прошлом сезоне. Расширилась и география рейсов до курорта. Сейчас прорабатывается вопрос государственного субсидирования рейсов из отдаленных регионов. Это значительно увеличит доступность курорта для всех россиян. Сочи продолжает активно рекламировать, проводить пресс-туры для журналистов. В апреле запланированы выездные презентации в 15 городов страны. В Сочи необходимо развивать все виды отдыха и летом, и зимой. И еще важная часть – нужно на 100% использовать лечебный потенциал южной столицы страны. Туроператоры действительно с нами советуются по поводу того, какую нишу им забрать. Буквально вчера один из самых главных туроператоров был у меня. Я ему тоже сказал, что самая главная ниша, которая сегодня должна быть взята туроператором – это ниша больного водолечения. Поэтому он сказал, что 65 санаториев, мацеста – это вот то, что сегодня очень важно. И он мне сказал, что мы этим займемся. Летний сезон важно провести так же успешно, как и прошлый. И уже начинать готовиться к зимнему, чтобы и в межсезонье в городе всегда было много гостей. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.